здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала про цветок в этом видео я пашкевич анна и мы продолжаем тему как хранение корнеплодов в более раннем видео дмитрий кострицкий рассказал о том как убирать и хранить морковь и свеклу в этом видео я хотела бы внести некоторое дополнение к своему коллеге как говорилось видео ранее морковь лучше подкапывать свекла дайкон редька также корневой сельдерей хорошо поддаются ворванию и без дополнительных подкопок мы выращиваем корнеплоды различных сроков созревания высеваем их в разные сроки также у нас у всех разные климатические условия выращивания поэтому о том когда лучше приступать к уборке корнеплодов вам подскажет ботва например побурение ботвы моркови будет свидетельствовать о том что она уже готова к уборке также если вы будете при вырывании моркови наблюдать такое явление как растрескивание корнеплодов то это тоже будет первым признаком того что пора что касается редьки свеклы дайкона то пожелтение и усыхание листьев также будет говорить о готовности корнеплодов к уборке о готовности сельдерея к уборке будет говорить пожелтение краешков его листьев но однозначно можно сказать что все корнеплоды независимо от того готовы они к уборке или нет необходимо убирать до наступления заморозков если морковь выдерживает заморозки минус один минус два сельдерей до минус пяти то свеклу резку и дайкон лучше убирать без заморозков поскольку именно эти корнеплоды попав под незначительные осенние заморозки впоследствии хранения быстрее увядают чтобы все корнеплоды хорошо хранились их необходимо очистить от ботвы делать это стоит аккуратно не срезая слишком много оставляя некоторую часть буквально один-два сантиметра для того чтобы корнеплоды не закладывались на хранение с открытыми ранами не увеличивалась площадь испарения той влаги которую они в себе накопили обрезать ботву стоит буквально сразу после уборки корнеплодов максимум через два часа от того момента как вы их собрали поскольку последующее хранение корнеплодов с ботвой будет провоцировать их увядание ботва будет испарять влагу вытягивая ее из них также не лишним после удаления ботвы будет осмотр и сортировка корнеплодов на предмет обнаружения различных болезней на корнеплодах различных открытых ран которые не покрылись пробкой вместе с этим необходимо обратить внимание на корнеплоды моркови а именно на наличие или отсутствие зеленого цвета у основания прикрепления ботвы потому что будет происходить впоследствии хранения отток горечи которая накоплена в зеленых частях моркови и это горечь будет распространяться на все корнеплоды стоит ли мыть корнеплоды мнение расходится кто-то говорит о том что категорически мыть не надо потому что смывается полезная микрофлора которая составляет конкуренцию тем патогенам которые у нас находится на корнеплодах с этим мнением существует и другое диаметральное мнение что корнеплоды однозначно стоит мыть лучше просматриваются различные болезни которые могут на них развиваться она принимает более эстетичный вид и даже лучше храниться конечно выбор остается за вами все будет зависеть от того в каком грунте вы выращиваете морковь если это будут легкие песчаные грунты то мыть корнеплоды возможно и вовсе не потребуется если у вас большие объемы производства корнеплодов то конечно помыть их будет достаточно проблематично но если вы моете корнеплоды и у вас есть возможность нанесения конкурентной микрофлоры на них в виде суспензий растворов на основе синой палочки то это лучше сделать препаратами на основе синой палочки служит всем известная фитоспорин аллерин гаммаир бактофит и другие но нужно помнить что любые биологические препараты они имеют более короткий срок действия нежели химические препараты и если мы обрабатываем корнеплоды предупреждая развитие патогенной микрофлоры то необходимо это сделать минимум два-три раза за период хранения также существует оправданная практика замачивания корнеплодов в различных дезинфицирующих растворах например в слабом растворе марганцовки это порядка пяти граммов калий марганец о4 на 10 литров воды также в растворах перекиси водорода это 50 миллилитров трехпроцентной перекиси или в растворе пищевой соды 50 грамм на 10 литров воды замачивание корнеплодов в таких дезинфицирующих раствор стоит вести на протяжении полутора-двух часов с последующим просушиванием хранение корнеплодов может осуществляться в различных емкостях есть практики хранения корнеплода в полиэтиленовых пакетах например но тогда необходимо предусмотреть наличие отверстий для оттока конденсата и углекислого газа также хорошо подойдут для хранения небольших объемов корнеплодов различные пакеты например из-под хлеба они дренированные также могут быть бумажные или крафтовые пакеты также если у вас небольшие объемы корнеплодов то вы можете поэкспериментировать завернув каждый из них например в пищевую пленку или фольгу хорошим и удобным способом хранения корнеплода в частности моркови будет являться использование полипропиленовых пакетов которые лучше не завязывать а прикрывать например с использованием прищепок или других материалов традиционно хранят корнеплоды в различных ящиках реже в деревянных чаще в пластиковых которые предварительно также необходимо продезинфицировать в качестве дезинфицирующих материалов можно использовать все те же калий марганцево кислый раствора пищевой соды хлоргексидина перекиси водорода когда мы укладываем корнеплоды в ящике то можем хранить их без пересыпки и с пересыпкой оправдывают себя такие материалы как песок опилки мелкая щепа помимо этого хорошо будет хранить с использованием растительных материалов например мха сфагнума или сухих мяты перечной полыни горькой и даже есть более старинный метод перекладывания корнеплодов это плоды рябины вместе с сухими лисими и ветками если у вас нет возможности хранить корнеплоды отдельно то можно совмещать их хранение с картофелем укладывая их поверх него поскольку корнеплоды будут меньше испарять влаги за счет ниже лежащего картофеля на этом у меня все оставайтесь на канале про цветок всего доброго не забывайте радовать нас подписками и лайками до новых встреч до новых встреч